Привет, друзья! Привет! Мы сегодня снова отправляемся за город на маленьком белом автомобиле Hymer Мы отважные Мы не сидим дома несмотря на карантин стараемся выбираться на свежий воздух Взяли мы самую маленькую машину в надежде, что нам понравится Мне уже нравится Давай посмотрим как ты здесь разложила все Я здесь уже все раскидала причем очень быстро где-то за полчасика, наверное, меньше Ну, во-первых, гитару мы пристегнули сразу потому что ее так некуда было хотя можно было и туда положить Можно ее на кровать положить но мне кажется, нравится ей здесь пристегнутый на ремень так будет ей безопаснее Здесь мы сразу кроватку предложили такой красивый пледик купили Класс! Это тот самый? Да, тот самый пледик Класс! Вот, здесь по шкафчикам раскидали вещички Плотенчики, одежда А, тут значит одежда здесь полотенца Да, и там одежда Все поместилось идеально У нас полотенчик лежит сюда ничего не положили потому что Классники не смогли повесить А, вешалок нету Слушай, надо будет сказать, чтобы у нас их море Ну, надо было их из дома взять Я не посмотрел тоже Здесь я раскидала посуду Нож большой положила, потому что сюда он не поместился Сюда я просто аккуратно сложила средства А, вилки-ложки там где-то, да? Вилки-ложки, вот А, у нас отдельно Здесь мешат В этот раз взяли пластиковые и решили попробовать Здесь мы положили посуду Чайничек И внизу у нас что-то из еды и из дома А, ну такое, то, что не нужно в холодильник Да Ну да, красный лук, да, наш любимый Там макароны, сладенький рис Вот Сюда Здесь у нас чистота идеальная Полотенчик носил А где мой полотенчик? Это для лица, для рук А, понятно Банны отдельно, да? Да, банны отдельно О, щеточки, пасты все поместилось Мыльца, гель для душ, шампунь Щеточки взяла Особенная паста И все Туалетку сейчас возьмем Туалет мы сейчас заправим химией У нас есть в наборе Так, здесь у нас лежат плед Чтобы все было под рукой Теплая жилеточка Сумочки Ну мы не так долго будем путешествовать Наверное, сколько? Три дня Три дня Поэтому тут не так, чтобы прям битком вещей Верхнюю одежду здесь решили сложить Потому что крючки есть на входе Но тут она немножко будет мешать пока что Решили, наверное, три соли закинуть Второй этаж Я вообще думал лестницу не брать Потому что сейчас прохладно Мы пользоваться, наверное, этим не будем Туда все тепло будет Холодильник тоже пустой Пока что Да, мы сейчас дальше вам покажем, что мы купим И что у нас сюда поместится Да, надо с расчетом на этот холодильник брать Ну, мне кажется Бывает, да В первой поездке мы что-то набирали много И половину привозили потом домой Сейчас мы сделаем это с умом Да Попробуем сейчас не горячиться с жратвой Как-то взять разумный объем Чтобы ничего не портилось И не пришлось Вот несмотря на то, что маленький автодом Все раскидали по полочкам Кажется, что здесь чище намного, чем в большом Ну, как-то уютнее нам на двоих Потому что вдвоем, когда в большом шестиместном Конечно, там есть куда раскидать вещи Туда-сюда Тут надо все держать по полочкам Никуда не разбрасывать Тут мы взяли тапочки в этот раз Комнатные А под тапочками Чтобы не пачкать и грязь Там под тапочками еще люк И там у нас другая обувь Заправили 100 литров воды И у нас еще по плану заправка газовых баллонов Потому что я не стал там брать новые заполненные Времени уже не было Мы найдем специально на трассе Москва-Ярославль Точку заправки баллонов И покажем, как это все делается Мы сейчас заехали долить пропана Тут мне сказали, что еще половинка есть Не стали заправлять А за этот баллон попросили 480 рублей Сейчас затягиваю второй Такие-то необычные, честно говоря Крокодильчики такие Обычно у нас какие-то пластиковые Всегда были на адре Но тут у нас юмер Теперь у них что-то по-другому Тут, кстати, можно было бы Укоротить, кстати, эти ремни Они такие здесь длинные Для этого баллона вообще не нужны И еще особенность Этого автодома Ну и как многих других Что здесь Обычный редуктор на 30 мили бар Без краш-сенсора, без фильтра Без до контроля Без до комфорта Без всего Просто обычный проточный Сразу идет в систему Поэтому здесь наклеен стикер Что если вы едете То газовый баллон Вы обязаны закрутить Потому что краш-сенсора нет Поэтому я просто сейчас Прикручу редуктор Но баллон открывать не буду В машине сейчас тепло Благодаря салонной печке В другую сторону То есть мы как будто бы откручиваем На самом деле затягиваем Все, я затянул Баллон у меня закручен Это тоже закручен Все здесь проветривается Можно ехать дальше Надеюсь мы уже Через пару часов будем на Тошке Заправляемся мы Через приложение Чтобы не брать деньги Не рассчитываться деньгами Не заходить Никому Там В магазин Через Яндекс.Заправки Уже Который раз Этим пользуюсь Все отлично работает И мы едем дальше Пять звезд поставил В этот раз На заправке Шелл Подошел молодой человек Ставил пистолет Вытащил пистолет Пожелал доброго пути В маске В маске И мы поехали Так, это ремень Ну что ж, ремень надо пристегивать Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрим, что там происходит у нас За дверью-то Оп Я убираюсь Да Тут без уборки нельзя Да О, кстати, да Хотел попросить тебя А можно вот эту? Ты штуку снимай Она просто так Посильнее Посильнее Оп Снимается Это у нас плита Dometic Которая Мешка запачкалась Мы вчера И сегодня И сегодня готовили Сегодня утром были оладьи Вкуснейшие Ты научилась, да, пользоваться? Да, я научилась Два вентиля Это пьезоподжиг Два вентили очень плавные И важно, что они С датчиком Горения Нет, с датчиком горения Которые в случае Угасания пламени Газ перекроют Поняли мы, что Нельзя, допустим Закрыв Раковину Поджигать Вот эту ближайшую к ней Горелку Об этом есть стикер На крышке Мы, если Что-то готовим То пользуемся Дополнительной секцией Вот здесь еще есть Сюда ставил Масло Готовое оладье Что нужно было Кстати, оладьи Можно готовить На оливковое масло Да, мы сегодня попробовали Очень хорошо получилось Какая разница В общем, снимаются Эти штуковины На которых стоит Кастрюль и сковородки Все вокруг Очень легко моется И прям туда В раковину Можно все это смывать Нам понравилось Супер Без напряга Сейчас я это закрою Тоже чистенько Вот сюда ставить Чистую посудку 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 Прикинь, здесь каждый день так. Доброе утро, друзья! Вот такой неожиданный будет вторая часть обзора автодома Хюмеркар Аэрсрок, на котором нам посчастливилось выехать на берег Волги. Честное слово, вот она широкая, течет издалека долго. Мы приехали в кемпинг Олени Бор. Здесь никого нету, здесь очень много деревьев, сосны, берег. Нам как-то не очень повезло с погодой. Мы приехали, был дождь, второй день был хороший, а сегодня утром, когда нам уезжать, снова дождь. Алена справляется здесь с утренними процедурами. Ну, видите, помещается человек здесь, там у нас в шкафу. На двух человек сложены умывальные принадлежности. Тут мы спали, вот утром уже открыли окошко, чтобы, скажем, лежа смотреть на сосны, любоваться природой, слушать птиц. Поместились все вещи, по ящикам даже осталось пространство. Практически багажник, ну, мы загрузили его мебелью, взяли два стула, стол, но места там еще осталось много. И есть ящики, которые совершенно свободные. Гардероб у нас пустой, потому что мы не взяли с собой вешалки. Одежду вешаем здесь на входе, на крючке. Вот мне очень понятно, куда пристроить пакет для мусора. Повесили его вот на рукоятку. Вот, и очень важное, скажем, открытие для себя я сделал, что дверь каждый раз у этого автодома приходится, ну, как бы чуть сложнее открывать, чем у обычного. Вот, но ее просто не нужно каждый раз захлопывать. Вот так просто прикрываем. В принципе, ну, я имею в виду, что не нужно ее хлопать каждый раз. Сильно просто прикрыли аккуратненько и все. Вот я даже сейчас сильнее, наверное, прикрыл, чем обычно. Вот мы будем готовить завтрак. Тут у нас со вчерашнего утра остались еще оладушки. Испекли мы их довольно-таки быстро и в большом количестве, но оказались настолько вкусные. А вы знаете, что на природе, на свежем воздухе все уходит быстро. В общем, вот всего лишь осталось два. А была тарелка с горкой. Значит, у нас на завтрак будет яишенка, кофе мы сварим впервые за два дня. И, наверное, как что-то сладкое. В гостиной обычно сижу здесь я на водительском сидении, Алена располагается вот здесь. Сейчас мы займем свои места. Тут в полках у нас какие-то личные вещи. Там моя сумка. Я готова. Да. Тут еще у нас остались запасы. Да зачем-то мы... Инзе. Бошираки зачем-то взяли. Там бинокль. Стал неотъемлемым, скажем, элементом наших путешествий, потому что мы любим посмотреть куда-то вдаль. Да. Я, кстати, пододвинул эту подушечку сюда. Она просто выехала. Видишь, ты теперь пролезаешь здесь легко. А я думал, ты стол подвинул. Нет. Ну, стол тоже чуть-чуть на серединку выдвинул. Вот. Так что, ну, главное здесь, наверное, вещи не разбрасывать по разным этим, по углам. И будет, в принципе, удобно и комфортно. Хотелось бы попробовать. Ну, не то, чтобы хотелось бы именно, а ради эксперимента хотелось бы двух людей пригласить. Ну, как бы понять, как вообще можно ли здесь жить вчетвером. Насколько фактически эта машина и рассчитана. Вот. Не знаю, может детей где-нибудь взять на прокат? Нет, не надо. Ладно. А что, самое адекватное, отзывайте. Да. Я знаю, вы существуете. Да, вот там есть это, люк. Там вы будете спать, скорее всего. Хотя, не знаю, я бы сам попробовал бы пожить на мансарде. Так, ну что, будем сейчас готовить завтрак. Я вчера набрался сил. Вернее, оставил сил и помыл всю посуду, которая осталась. Ну, там немножко было. Думал помыть ее в Волге, но потом что-то не захотелось. Она холодная еще пока что. Было, было темно. Все-таки теплой водичкой поприятнее это делать. Еще важный момент, который, наверное, всех волнует. У нас перед выездом была полная цистерна воды. Мы мыли посуду, умывали, счистили зубы, скажем, мыли себя, так, немного. У нас осталось половина. То есть, вот на два дня нам хватило, ну, грубо говоря, там, 50 литров. Может быть, даже 40. Так что, вот, чтобы вы понимали. Ну, печку топили мы приблизительно на 18 градусах и включали в воду. Ну, в принципе, наверное, все. По ресурсам у нас там, ну, туалетом мы пользуемся так постольку поскольку. Ну, тут вдвоем, конечно, проходить сложно, но можно. Мы протискиваемся. Но в любом случае, если кто-то что-то делает на кухне, другой человек пускай отдыхает где-то здесь, в этом. Это я. Да. И, кстати, вот эта ступенька, про которую я говорил и думал, что она понадобится Алене, чтобы взбираться на кровать, мне тоже с нее удобнее залезать сюда на коечку. Поэтому это прям штука обязательная. Так что, если вы будете покупать такой автомобиль, то ищите обязательно ступеньку. Она должна быть, иначе вам будет неудобно там забираться. Ну что, тогда начнем, наверное, мутить завтрак. А не сказал вам по поводу, показал про воду, по поводу аккумуляторов. Видите, у нас здесь два аккумулятора, вернее, три. Это мы проверяем пусковой, который двигатель заводит. А верхней кнопкой мы проверяем уровень зарядки двух салонных аккумуляторов. Они сейчас в 12. Но, слушайте, я вчера ложился спать. Ну, мы укладывались уже. Перед сном я контролировал, сколько осталось вольт. Было тоже 12. То есть, потребление у печки не настолько серьезное, как мне казалось. Я немножко переживал. Здесь у нас два аккумулятора Варта, по-моему. Ну, не помню, какая фирма. Но вот здесь они располагаются раз-два. И, как мне показалось, там очень серьезный объем. И мы не подключаемся. Здесь нет ни воды, ну, имеется подключения, ни электричества. То есть, мы в полной автономке здесь находимся сейчас. Все поместилось. Он на вид вроде маленький. Да. Но он уходит вглубь вот сюда. То есть, в нижнюю часть, вот эта нижняя половина, она глубокая. Туда прям много всего помещается. И мы как бы сначала переживали, что ничего не поместится. В итоге, даже продуктов осталось из тех, что мы купили. Мы даже все не съели. И самое главное, он работает. Да. Он работает от 12 вольт. И слышно, как он работает. Ну, я ночью лежу, и, так скажем, это, слухом контролирую. Так, ага, печка заработала. Ну, потому что она включается. Ну, она нагревает автодом до температуры указанной. Потом отключается. Ты не спишь, что ли? Ну, как, сплю иногда. Ну, и просыпаюсь и контролирую. А потом... Ну, падут в основном, я начинаю слушать все это. Потом холодильник такой раз-жжжжжжж. Ну, его слышно, как он гудит. компрессор все-таки ну как бы если гудит значит работает значит все хорошо это такой успокаивающий шум если ничего не гудит вот это значит проблема какая-то либо газ закончился, либо с электричеством проблемы надо идти смотреть что за ошибка поэтому когда немножко все работает живешь в каком-то таком в живом таком организме он включается выключается, электричество интересное сравнение ну как на подводной лодке по-моему здесь нету именно сети 220 вольт то есть он такая заточенная на какие-то мобильные устройства которые работают от 12 вольт а как ты заряжаешься? мы заряжаемся от USB а надо включить USB разъема который у нас в магнитоле есть у нас хорошо заряжен аккумулятор мы сейчас включим магнитолу и через вот единственный USB разъем мы сейчас будем заезжать телефон а так бы сейчас воткнулись бы вот сюда еще есть в каком-то обзоре по-моему автодома нет прицепа бюрстнер нордик вот в эту реечку где у нас вставлены дометиковские светильники горят сюда вставляется такой кубик у которого как раз USB разъем тоже то есть просто аксессуар сюда купили такой квадратный и туда можно вставлять и заряжать любой гаджет от USB в общем такие мелочи да кстати ты молодец я вот пытался поискать но как-то я не обращал внимания на 220 вольт потому что у нас не было подключения а тут действительно нет розеток 220 блин вот это конечно интересно ну и инвертор тоже нужно поставить сюда поскольку машина пошла уже в прокат инверторы у нас во всех машинах насчет телевизора не знаю здесь место для него в принципе предназначено здесь есть и разъем для антенны и площадка и питание но пока мы не будем с этим торопиться нам он точно не нужен поэтому пока пока так правда говорю просыпайся хватит пить и плакать одевайся будем завтракать умывайся я несу тебе кофе улыбайся начинается наша регата в этой жизни ничего кроме дней развлекайся и не думай о ней это точно это голые факты этой ночью начинается наша регата 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 гата это в этой жизни не думай о ней